Сбор подписей под обращением к президенту России организовала инициативная группа «Служу Севастополю». Это члены Общероссийского народного фронта, депутаты и местные активисты. По городу были расставлены палатки. Петиция дошла до администрации президента. Тогда же изучить вопросы, изложенные в обращении к главе государства, было поручено межведомственной комиссией. Создавалось по распоряжению полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе Олега Беловинцева. В её состав вошли специалисты Департамента правительства, правоохранительных и надзорных органов, депутаты законодательного собрания и члены Общероссийского народного фронта. Для всестороннего и объективного изучения дела отводилось два месяца. Пять рабочих групп, помимо анализа документов в кабинетах, выезжали на проблемные объекты. Межведомственная комиссия подняла ключевые для города вопросы. Это ситуация вокруг особо охраняемых природных территорий и лесов, введение здесь строительства, а также прибрежной полосе, использование бюджетных средств, вопросы городского хозяйства и кадровая политика. Основной упор был сделан на изучение деятельности правительства Севастополя по исследуемым вопросам, нормативно-праворегулирования этих же вопросов, вскрытие причин упущения и недостатков, установление имеющихся ближайших и среднесрочных планов, направленных на развитие города Севастополя. Итак, по особо охраняемым территориям председатель Сергей Ништенко подчеркнул, обеспокоенность севастопольцев обоснована. Однако многочисленные нарушения законодательства достались в наследство от предыдущей власти. Касательно последних двух лет природные объекты до сих пор до конца не закадастрированы. Сведений о границах, их статусе и географическом положении нет. Доработать и разработать – в этом вопросе рекомендации двум ветвям власти. В правительство создать охранные зоны особо охраняемых природных территорий, провести работы по внесению в кадастр недвижимости ООПТ регионального значения, организовать работу по созданию новых особо охраняемых территорий, принять решение о резервировании земельных участков, которые предполагается объявить особо охраняемыми природными территориями. Законодательному собранию города Севастополя необходимо, по мнению комиссии, усилить нормотворческую деятельность в сфере охраны окружающей природной среды. Строительство на особо охраняемых природных территориях, в частности, в урочище Ласпи, не ведётся, подтвердили Госстройнадзор, прокуратура и Севприроднадзор. Вопросы же рабочей группы вызвало строительство трёхэтажки близ береговой черты и на границе комплекса «Мысарыч», начатое ещё до вхождения Севастополя в состав России. Материалы переданы правительству и в прокуратуру. Что касается застройки территории города, 800 проверок, 700 предписаний, более 150 должностных лиц привлечены к админответственности. Выписано штрафов на сумму более 15 миллионов рублей. Взыскано свыше шести. Работа в переходный период проведена значительная, однако медлительная в правовом регулировании градостроительных отношений, отметил Сергей Ништенко. Становление финансового сектора вопросов не вызвало. Отсюда своевременные выплаты зарплат, пенсии, пособий. Недостатки и нарушения выявлены в расходовании бюджетных средств, претензии к жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, сфере образования и здравоохранения. Неудовлетворительный уровень ведомственного контроля за деятельностью созданных государственных учреждений и предприятий. В отсутствии действенных мер по профилактике коррупции. Низкий уровень правового сознания чиновников. Кадровые ошибки. Нарушение бюджетной дисциплины и контрактной договорной работы со стороны главных распорядителей бюджетных средств. Несены предложения законодательному собранию и контрольно-счётной палате города по обеспечению исполнения контрольно-счётной палатой своих полномочий в полном объёме. Претензии членам вне ведомственной комиссии и кадровой политики правительства. Упущения в этом вопросе, по мнению Сергея Ништенко, были сделаны во время формирования первого состава исполнительной власти. На данном этапе отмечена положительная динамика. В целом, комиссия призвала обе ветви власти к активизации совместной деятельности. Цели и задач ясны, город один – дело общее. По всем временным фактам принимаются все меры, предусмотренные действующим законодательством. Иногда и не чаще всего исправлять те ошибки, которые за десятилетия произошли, сложнее. Намного, чем кажется на первый взгляд. В этом направлении правительство работало, работает и будет продолжать работать. Единственное, что иногда мы ограничены рамками законодательства, нынешне действующего. Задачи сегодня у нас более объёмные, и в более сжатые сроки мы их должны провести. Концепцию развития, то, что она должна быть, и она должна быть открытой, у меня сомнений не вызывает. По-другому такой сложный объект, как субъект Российской Федерации, управляться не может. Я абсолютно убеждён, что в Севастополе среди этих приоритетов обязательно должны быть охрана особых природных территорий и объектов историко-культурного наследия. Ну, земля у нас такая. Второй момент связан с законностью. То же самое. Я убеждён, что не будет у нас трепетного отношения к закону всех участников. Ничего у нас не получится. Нужно активизировать конструктивную работу по совместному с правительством и с собранием города решения тех проблем, которые перед нами стоят. Я хотел бы обратиться и к Алексею Михайловичу, и к Сергею Ивановичу. Прошу самым внимательным образом внестись к реализации рекомендаций межведомственной комиссии. Прошу обеспечить всех слаженную конструктивную работу на право города и его жителей, рассчитывая на ваш государственный подход к решению настоящих задач. Замечания и рекомендации межведомственной комиссии – это 170 пунктов доклада на исправление ошибок, доработку и принятие мер по улучшению жизни города, правительству и законодательному собранию дан год. В октябре 2016-го руководители обеих битвей власти должны будут отчитаться о выполнении рекомендаций. К слову, от работы в комиссии и от предоставления дополнительной информации в интересах проверки отказалось большинство членов инициативной группы, кто, собственно, и призывал к сбору подписей под обращением к главе государства. Такое поведение местных активистов вызвало недоумение в аппарате полномочного представителя президента России в Крымском федеральном округе. Ольга Деменчука, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя.